Играет музыка Когда человек рассказывает о каком-то продукте, рассказывает о нем с интересом и не напрямую говорит, что кфу, 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 а говорит, да, я вот этим занимаюсь, вот этим, вот этим, а вот этим я занимаюсь кфу. И человек такой, о, я же тоже хочу поступать. А как интересно вот он туда, ну в каком он институте учится. И все, это вот работает на самом деле лучше всего остального, когда именно, ну это нативная реклама такая, встроенная в контекст получается. И вчера мы послушали ютуб-блогера, сегодня я хочу показать вам пример блога, который нас всех в свое время очень покорил, поразил, когда мы познакомились. Кто-то знает Иру Михайлову из химфака? Она уже выпустилась. В общем, смысл один. И там блогеры, и тут блогеры. Смысл такой, что вот девочка поступила на первый курс, писала, писала, вот это самый первый пост. Вот, когда я впервые увидела, что Ира отметила нас, и открыла этот пост и подумала, вот что-то новенькое, вот не было такого, это был какой там год, год-два, наверное, тому назад, это было прям вот реально что-то новое. Еще люди не делали эти стикеры, вот это все, но она это сделала, и она это сделала в привязке к кфу. То есть вот она написала, я учусь, поступила, ла-ла-ла, вот у меня такой был балл. То есть все вообще, все про нас, все, что нужно нашей целевой аудитории. И мы написали про Иру тогда, что не именно про Иру, а написали, там студенты говорят, что вот студент говорит, есть рубрика, и студенты говорят, и вот взяли полностью эту фотографию, по-моему, я сейчас уж не помню, но по-моему взяли фотографию, полностью взяли текст. Тогда это был небольшой блог, там может быть тысяча подписчиков, сейчас вот у Иры 47, и она сейчас уже выпустилась из химфака. И вот здесь несколько примеров постов, где видно, что человек, сейчас я вам дальше там пролистаю, то есть она в принципе пишет про науку вообще в целом, но периодически мелькают посты, мелькали. Сейчас уже у нее другая деятельность, она уже все в профессиональную деятельность ушла, но она писала там тоже про науку и периодически писала про какие-то вот такие небольшие были зарисовки. Там вот она сидит в ДУ, да, жизнь в общежитии, то есть по сути это такой нативная реклама чего, деревня универсиады, да, как здесь живется. Тут вот она вот в лаборатории, тут тоже в халате в лаборатории. Ну вот она вот так писала, писала, а вообще блог у нее вот такой. Ну то есть представляете, это по сути такое научпоп а-ля медиа, где интересные темы там, чем пахнут деньги, чай с лимоном, почему светлеет, чем пахнет море, патчи для глаз, ну это уже свежее, вон там все старое, по-моему. Ну такие вот темы типа мед, пчелиная рвота, то есть она там экспериментировала как могла и писала обо всем, что было интересно людям узнать с точки зрения химии. То есть вот химия всего, химия еды, химия косметики, химия, я даже сейчас не очень хороша в химии, поэтому не могу сказать химии еще чего, но в общем всего, что здесь есть. Вот химия, чемпионат мира по футболу, например. И вот представляете, то есть на нее подписаны люди со всей России периодически, она говорит, а вот я в деревне университете живу, а вот вот наша лаборатория. И в какой-то момент мы поехали с Ирой на конференцию в Москву, и она рассказывает, она говорит, типа знаете, вот у меня же половина директора завалена вопросами про поступление. И мы с ней тогда разговаривали, и выяснилось, что у нее почти все подписчики, большинство, это целевая аудитория КФУ. То есть не столько обращались в химфак, скорее всего, тоже обращались в химинститут, но в том числе обращались и к ней. Писали вопросы о поступлении, как поступить, какой балл ЕГЭ, то есть вся вот эта вот целевая тема утекала к ней. Представляете, какой уровень ответственности был у этого человека. Ну, в том плане, что, ну, насколько важно, чтобы человек, который учится в вашем институте, если он блогер, насколько важно, чтобы он владел информацией, чтобы он любил учебу, чтобы он чувствовал, что ему там помогут, поддержат, что ему, если какие-то есть вопросы, ответят на них. И все это вылилось в такое хорошее сотрудничество. Ира была участником всех инсталайфов, по-моему, с химическим институтом или части, и она была... Вот я там на первом слайде показывала экскурсии, там есть экскурсия по химинституту, ее карасыра проводят. Если интересно, посмотрите. Очень интересно рассказывает про все. Ну, то есть это про то, что вот вся ее... Это и ей плюс, и нам плюс, потому что ей плюс, она презентует КФУ, она вот, ну, лицо в каком-то смысле своего института для своих подписчиков, естественно. И нам плюс в том, что ее целевая аудитория — это реально живые, заинтересованные люди, которые хотят поступить. И они через нее, соответственно, включаются уже в эту тему, что они хотят поступить в КФУ. И это... Ну, это реально работающая тема, когда именно идут на личность. Ну, и ответ на вопрос, да, почему же институту и факультету нужны студенты-блогеры? Блогер пиарит КФУ, КФУ пиарит блогер. Тут все понятно, да? То есть блогер рассказывает про то, как классно в КФУ, и нам это хорошо, потому что, ну, КФУ заинтересован нам, я имею в виду всем нам, там, институту, подразделению, факультету. Мы заинтересованы в том, чтобы... Университет заинтересован в том, чтобы с горящими глазами вот это все, да, увлекающиеся наукой, творчеством молодые люди, девушки поступали к нам, выбирали КФУ, и блогер отлично с этим справляется, хороший блогер. Причем это должно быть не так, что там к вам поступил школьник, вы такие, о, там у тебя неплохой потенциал, давай ты будешь пиарить КФУ. Нет, вы просто наблюдаете, если кто-то, вот у кого-то есть потенциал, и у него, у него, у этого человека, скорее всего, возникнет сам, у него у самого возникнет запрос, что типа, а вот я хочу поснимать лабораторию, а можно мне, а вот я хочу там сходить в такой-то отдел, а можно мне. И ваша задача, как административный ресурс, ну, как-то ему помочь, подсказать, может быть, понять вообще, в чем у него направленность его блога, может быть, вы как-то сможете подключиться. Ну, и КФУ тоже пиарит блогер, то есть это была такая взаимная поддержка. Мы когда про Иру писали, к ней тоже подписывались студенты уже на ее блог, такое, всегда с двух сторон. Это канал коммуникации с целевой аудиторией и целевой аудиторией. То есть это канал коммуникации, когда ваш институт через блогера коммуницирует с целевой аудиторией, и одновременно целевая аудитория коммуницирует с институтом. То есть, например, вот пишет абитуриент Ире, говорит, вот я не знаю, сколько баллов ЕГЭ, подскажи. Ира такая тоже не знает. И она может сказать, либо ответить, если знает, либо сказать, а вот у нас такая классная группа есть у института, вот иди туда. И человек пойдет. И дальше уже останется. То есть это вот такая правильная конверсия. Посты о студенчестве как нативная реклама института факультета. Ну это то, что я вам показывала в начале. Вроде бы человек пишет о себе, о своих эмоциях. Вот я участвовала в студвеснах, вот я в лаборатории, вот я там в ДУ. Но при этом он рассказывает о своей жизни, но он при этом пиарит ваш институт. И это и есть нативная реклама вашего подразделения. Источник новых форматов контента. Что это? Это когда у любого сммщика наступает момент, когда вот у вас намыливается взгляд. Вы вроде бы вот уже это попробовали, и это, и лонгриды, и видео поснимали, и бумеранги записали в инстаграме. И вообще там все конкурсы провели, какие можно. И вам кажется, что в принципе вот это и есть весь набор. На самом деле это не весь набор, как показывает практика. И человек, который не вовлечен в вашу эту смм-деятельность, который вот тихонечко там пилит свой контентик, вот он там снимает какие-то видео. Он, ну вот вчера вы видели, да, Кирилл рассказывал, вообще же, вообще в какие-то такие форматы уходишь, даже представить не можешь, что вот такой ролик можно было оказание снять. Почему? Потому что человек, вот, ну люди, они сами, они варятся в своем, у них другое видение. То же самое у блогера. У него другое видение всего, и он может стать источником новых форматов, нового контента для, в том числе вашего института. Вы можете как-то, ну, наблюдать, например, за этим, или можете со ссылкой на него это что-то брать к себе, писать, что вот у нас есть такой студент, вот он там. Если вам интересно, посмотрите по, даже по ленте, вот у нас лента в КФО, она в основном состоит из контента студентов, и там очень разные, интересные и снимки, и тексты. Это вот, ну, такой источник, мне кажется, вдохновения тоже посмотреть по своему хэштегу института, что ваши студенты делают, например. Если что-то делает интересное, взять себе, естественно, или спросить, или указать авторство. Ну, в основном всем приятно, если это не какой-то прям, какая-то, не какая-то коммерческая история, что человек там уже профессионал, и вы у него взяли что-то, то обычно все радуются. То есть вы можете зайти, посмотреть интересный контент и себе это взять либо на заметку, либо прямо напрямую указав авторство. Ну, и заключительный пункт, который должен вас убедить, в принципе, о чем уже, о чем вот это все, это о том, что блогер, по сути, это неформальный амбассадор вашего подразделения. Сейчас у любого продукта есть такой, ну, всегда это было, но сейчас это особенно проявляется, свой такой амбассадор, да, человек, который является лицом, который презентует этот продукт, которому уйдут, который олицетворяет все там ключевые характеристики целевой аудитории. И вот блогер это и есть неформальный амбассадор вашего подразделения, который не коммерческий, который ничего вот так вот прям не просит, да, как амбассадор, это коммерческая история, как правило, но не всегда. Но в студенчестве это, ну, очень просто, то есть вы видите заинтересованного студента, и он уже там втягивается в работу института, и, возможно, вот он и будет тем, кто будет презентовать ваш институт в соцсетях неформально. Вот, у меня все. Как вы считаете, нужен вам блогер в институте? Поищите? Может быть, вопросы есть какие-то? Да, Маша. Я так понимаю, что мы говорили сейчас о блогерах, которые вообще заинтересованы в жизни института, а если, допустим, блогер есть в институте, но ему как бы параллельно, мы должны ему привлекать или не должны? Это все добровольные вещи, то есть если человек сам для себя выбирает вид контента, не связанный с наукой, не связанный с деятельностью университета, у нас, ну, тоже вот была встреча с блогерами, по-моему, год или полтора тому назад, где мы как раз собрали всех блогеров, где кто писал и про университет, и про науку, и кто не писал, и писал вообще про посторонние вещи. И вот те, кто пишет про посторонние вещи, они, как правило, продолжают писать про посторонние вещи. То есть смысл как-то завлекать и вставать в позицию, что это вам надо, я думаю, что это не совсем правильно. То есть это обоюдно. Если человек интересно писать, то он будет писать, и вам не нужно его слишком в это завлекать и говорить, ой, ты там пишешь про, ну, я не знаю, там, про что-то, но не про институт, а пиши-ка ты про институт. Не будет работать. Если вот сам он пытается, если он пишет, и он, ну, как бы хочет, и самое главное все-таки здесь не вставать в позицию, что это вот только вам надо. Это может быть, может не быть. Это может быть в этом году, а может в этом году быть, в следующем году не будет у вас блогер, например. Это просто вот, ну, вам на заметку, что это уже тот канал, который нельзя говорить, что вот он там для себя что-то пишет, и ни на кого не влияет. Нет, уже влияет. Уже влияет достаточно серьезно, и если это как бы о ком-то постороннем, о чем-то постороннем пишет, пусть пишет, но если вы видите, что это про институт, про какие-то конференции, или про то, что, ну, вам вот как СММ подразделение нужно, то тогда да, а вот прям вытягивать не нужно. То есть при желании мы все равно должны инициативу поддерживать? Вы на самом деле не должны, но вы можете посмотреть, ну, не знаю, мне кажется, это вопрос такой, почувствовать больше, да. Ксюша вот хочет добавить. Я могу добавить насчет блогеров. Вы можете с ними как минимум встретиться и обсудить возможные точки пересечения, потому что, скорее всего, они все-таки будут. Вот по той встрече с блогерами из разных институтов они были, многие из них были уже выпускниками, но им очень хотелось что-то все-таки про университет рассказать, но они не могли. И мы для них устроили блогер-тур по некоторым нашим интересным университетским местам, и этот контент был у каждого блогера в итоге и в Инстаграме, и ВКонтакте. Поэтому ищите точки соприкосновения. Как минимум поговорить, пообщаться, вы можете и узнать, есть ли вообще что-то общее, что вас связывает. Лиля, скажите, пожалуйста, есть позитивная информация, да, то есть от блогеров, от людей, которые тоже идут в КФУ, может быть, репост. Но ведь есть, наверное, какой-то негатив, например, люди отмечают КФУ с негативной стороны. Про это я могу говорить долго. И просто мне интересно, как происходит фильтрация, то есть есть же такое окошко отмеченное, да, то есть вы отмечены в чьей-то публикации. Это вот кто занимается фильтрацией, как этот процесс происходит, вообще реагирует ли КФУ на это? Однозначно, КФУ реагирует и днем, и ночью на такие вещи. Это происходит и ВКонтакте, и в Инстаграме. И на самом деле эта история не только про КФУ в целом, это история про каждый институт, про то, как важно реагировать. Вы можете на самом деле либо предотвратить какой-то крупный скандал или конфликт или что-то, да, либо наоборот запустить его своим нереагированием. То есть нужно понимать, что ваши официальные соцсети – это прям канал коммуникации, который требует внимания, повышенного внимания, я бы сказала. Вот я уж могу рассказать про случай с общежитием. Конечно. Просто, ну, это такая вот до сих пор информация, я иногда думаю про запуск этого года, вообще, как в сентябре все запустилось. Помните, да, там было, как это называлось, WorldSkills, и это все сместилось. Учеба началась 16 сентября, и все как бешеные стали заселяться. И вот выяснилось, что там где-то, значит, стульев не хватает, где-то тараканы бегают, где-то там вообще какие-то фотографии утекли в сеть. И до сих пор непонятно, вообще, фотографии КФУ были, не КФУ, но суть в том, что вот была какая-то история с общежитиями, она к нам не попала. Она сразу ушла каким-то образом в СМИ, и вот с этим вы уже можете, с этим вы уже, ну, не можете, если через вас это не прошло, вы не можете повлиять на то, что ушло в СМИ, да. Но то, что приходит к вам, вы можете с этим работать. И к нам, в частности, вот на этой сей волне общежитий, нам писали студенты на тему того, что вот у них бегает по комнате таракан, по комнате в ДУ у них бегал таракан. И вот я помню, мы смеялись, ну, как смеялись, что вот студенты, мы им объясняем, то есть мы работаем с этим запросом, мы говорим, что, окей, у вас бегает таракан, что вы для этого делали? Ну, вот мы не можем его убить, мы не хотим тут убивать тараканов, мы не должны это делать. Это серьезно, это, ну, реальная история. И мы такие, ну, окей, тогда вот сходите к администрации. И у них ступор, они говорят, а что, так можно было? То есть можно было пойти с этим вопросом. И это, ну, мы так вот подумали, что, наверное, это специфика тоже современного поколения, что они наблюдатели, то есть они наблюдают, вот у них бегает таракан, они за ним наблюдают, вот он бегает, он бегает, он бегает. И они такие, ну, что делать, до сих пор бегает, надо куда-то, наверное, написать. Вот они снимают, как он бегает, отмечают КФУ, говорят, у нас бегает таракан. Мы такие, окей, что вы для этого делали? Ну, как бы написали вам, окей, но он продолжает бегать, он продолжает бегать. Но что еще можно сделать? Не знают, мы говорим, и все, мы говорим, идите к администрации. Они уходят к администрации, администрация решает, я не помню, мы связывались там с ДУ или нет, ну, короче, перестал он бегать в итоге. Суть в том, что вопрос решился, и если бы, суть-то в чем, что люди не всегда объективны в своих жалобах. То есть они могут написать, что вот у нас, вот он вот бегает, ногами стучит, спать не дает, но на самом деле не стучит, спать дает, все нормально, просто вы сходите к кому надо. Но не идут, не знают, и ваша задача спокойно принять ситуацию, что вот такое случилось, не знаю, что делать, нам нужно что-то с этим, ну, как бы решить проблему. И вы помогаете им эту проблему решить. Это сейчас, ну, конечно, смех смехом, но механизм всегда такой же. То есть вы, ваша первая реакция, нужно спокойно понять, что случилось, объективно, что из этого объективно, что из этого необъективно, как вы можете повлиять. Я сейчас какие-то еще вот примеры не вспомню, но, поверьте на слово, их очень много. То есть разного рода отмечают, и то, что там было, вот там преподаватель не пришел на пару, и вот они снимают, что все сидят. А потом пишешь, а кто преподаватель, да какой институт? Тишина, заходишь, все сообщения удалены. То есть уже человек подумал, окей, сейчас я скажу, какой преподаватель, а вдруг там мне прилетит за это, и человек пропал. Ну, то есть ваша задача, он может, это их право, они могут перестать отвечать, могут не реагировать, могут, ну, как бы, забрать свои слова обратно. Но ваша задача оперативно все-таки дать ответ. И дать ответ не отпиской. То есть у вас должен быть, у каждой ситуации нужно отнестись очень внимательно к любой. И таких каких-то случаев, прям, чтобы вот мы что-то пропустили, и потом это куда-то ушло, такого, наверное, не было. Вот история с общежитиями, до сих пор меня, конечно, я вспоминаю, думаю, как просмотрела все директы, нам это не приходило. То есть это сразу ушло в СМИ. Вроде, если я ответила на вопрос. Да, спасибо. Вот как быть с ненормативной лексикой? Вот я приведу пример, у нас есть YouTube-канал тот же самый, с видеолекциями. И там несколько комментариев было, ну, как бы, офигенно, но в другом контексте. То есть это неплохо, да, все, а у нас директор, он прям так реагирует на все, это очень бурно. Ну вот. Вот вы автор контента, вы задаете правила. У нас в КФУ тоже были такие попытки. На самом деле, это, знаете, такая детская психология, когда пользователь щупает ваши границы. То есть вот это я сделал, меня не бьет током, вот сюда наступил, еще не бьет, а вот сюда наступил, ой, уже покалывает, а вот здесь вообще там сильно-сильно бьет. И вам нужно, ну, как бы, самим эти границы чертить. У нас тоже в КФУ, вот я удивлялась, когда стали появляться комментарии какие-то первые. Сначала вообще не было комментариев, когда я начинала группу вести, прям вот была тишина-тишина. Потом они стали появляться, но какие-то все жуткие скептики. Ну, прям вот все плохо. То есть КФУ там занял, вышел там в топ-100, очень плохо, вышел в топ-20, ну, совсем беда, как вообще такое могло случиться? Ну, условно говоря. И, ну, были случаи, что, я прям помню даже, какой-то был ответ, я написала пользователю, что либо вы сейчас удаляете мат из своего сообщения, либо мы удаляем ваше сообщение. И он удалил свое сообщение. Ну, то есть это к тому, что это нормально, что вы задаете, вы создаете контент и вы задаете тон. Если вашему директору, если вам кажется это не, ну, неуместным или это влияет на производство дальнейшего контента, там, демотивирует вас, то вы можете обозначить, что вы, конечно, слушайте, смотрите, но вот это мы вам делать не позволим. Естественно, без использования лексики в ответ. Да. Ну, что тогда? Все? Субтитры подогнал Игорь Негода.